МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Космическая среда» и главные новости отечественной космонавтики. На заседании оперативного штаба под руководством генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина были определены новые приоритеты при реализации космических проектов в связи с изменившейся обстановкой в мире и введенными антироссийскими санкциями. Одним из приоритетов является увеличение количества космических аппаратов в российской орбитальной группировке в интересах дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции для обеспечения независимости нашей страны от внешних факторов. Кроме того, планируется уделить особое внимание развитию автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, созданию российской орбитальной служебной станции, продолжению строительства космодрома «Восточный» и работам по импортозамещению. Также «Роскосмос» планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции. Для минимизации влияния антироссийских санкций Госкорпорация «Роскосмос» обеспечит поддержание производственного и конструкторского потенциала предприятий ракетно-космической промышленности России. На космодроме Байконур экипажи 67-й долговременной экспедиции на Международную космическую станцию проводят подготовку к старту. Подробнее в сюжете наших коллег из телевизионного отдела Космического центра «Южный». Космонавты Союза МС-21 уже на Байконуре. Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков готовятся пополнить экипаж Международной космической станции. Командир корабля – опытный Олег Артемьев, космонавт из Байконура, почетный гражданин нашего города. Здесь его любят и встречают особенно тепло. Для командира Олега Артемьева это будет третий полет в космос и второй – в качестве командира экипажа. А вот бортинженеры – новички, однако хорошо обученные. Очень опытные новички, то есть они уже давно в отряде космонавтов. У каждого за плечами 10 лет работы в отряде космонавтов, поэтому они уже такие новички-профессионалы. Денис Матвеев работал в Центре подготовки космонавтов. Знает космическую кухню изнутри. К полету готовился 12 лет. На Олега Артемьева взирает с большим уважением и считает, что им повезло с командиром. Олег – замечательный командир и человек. И он тот товарищ, с кем никогда не бывает скучно. Корабль для экипажа готов. Космонавты тщательно осматривают его. Здесь важна каждая мелочь, ведь во время полета все действия доведены до автоматизма. Поэтому корабль для космонавтов должен стать почти родным. Когда знакомишься с своим кораблем, своей машиной, которая должна тебя вывести в космос, на которой ты будешь работать, это как знакомство с другом, на которого ты должен будешь положиться, довериться. И это знакомство сегодня прошло для нас очень благоприятно. Мы очень довольны кораблем. Замечаний нет. На этом корабле летит полностью русский экипаж. Это довольно символично, потому что в то время, когда пилотированные полеты только начинались, именно так и было. Не случайно и союз этот не простой, а именной Сергей Павлович Королев. В этом году, можно сказать, юбилейная драта. Не круглая, но юбилейная годовщина. И мы очень гордимся, что нам повезло. И с течения обстоятельств, что мы летим на этом корабле. На Байконуре уже совсем по-весеннему. Хороший день для того, чтобы посадить молодые деревья на аллеи космонавтов. Одна из традиций, которую так любят и соблюдают все экипажи. Пока могу сказать, что есть ощущение весны. Сегодня отличная погода, тепло, солнце. Поэтому это действительно здорово. Конечно, это было не первое дерево, которое я посадил в своей жизни. Но в таком месте, приуроченном к такому событию, это бывает только один раз в жизни у космонавта. Запоминается навсегда. До запуска Союза МС-21 остаются считанные дни. Корабль Сергей Королёв с тремя русскими космонавтами на борту готовится к своему космическому полёту. Работающий на МКС космонавт Роскосмоса Пётр Дубров установил рекорд среди россиян по длительности одного полёта в рамках программы Международной космической станции. Он составил более 340 суток. До этого рекорд принадлежал космонавту Роскосмоса Михаилу Корниенко, который работал на МКС с марта 2015 по март 2016 года. Пётр Дубров отправился в свою первую экспедицию на станцию 9 апреля 2021 года. Его возвращение на Землю запланировано на 30 марта. Вместе с ним, в спускаемом аппарате корабля Союза МС-19, будут космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и астронавт НАСА Марк Ван Де Хай. В Московском парламентском центре Роскосмос запустил программу сотрудничества с депутатами городской думы. Исполнительным директором по перспективным программам и науке Госкорпорации Александр Блашенко был представлен доклад «Роскосмос. Будущее сегодня». Презентация прошла в Мосгордуме в рамках открытия выставки о космосе. На экспозиции, в частности, отображены современные этапы развития отрасли, строительство Национального космического центра, создание перспективных ракет-носителей, космических аппаратов и кораблей. По словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, выставка Роскосмоса стала прологом к историческому событию. Первому полету в космос депутату Мосгордумы, командира корабля «Союзом С-21» Олега Артемьева. Специалисты Космического центра «Восточный» завершили комплексные испытания с двумя макетами автоматической межпланетной станции «Луна-25». Они провели операции перегрузки макета, работы с кабелями, разъемами и другим технологическим оборудованием. Также специалисты заправили аппарат окислителем и горючим, а затем произвели слив топлива и осуществили нейтрализацию баков. Оба макета будут направлены в научно-производственное объединение имени Лавочкина для подробного анализа. «Луна-25» — аппарат по изучению южного полюса нашего естественного спутника. На борту «Луны-25» будет установлено 9 научных приборов, которые позволят российским ученым впервые детально изучить свойства древнейших пород Луны. Омский филиал центра имени Хруничева «Производственное объединение «Полёт»» будет использовать новые технологии при производстве новых ракет «Ангара-А5М». Среди её преимуществ — высокое качество сварного шва без дефектов и прочностью основного материала. Кроме того, при производстве ракет «Ангара-А5М» будет использоваться станок, изготавливающий вафельные панели баков с переменным фоном и точной обработкой, что даст облегчение каждого бака на 200-300 кг. Также в ПО «Полёт» идёт монтаж оборудования для новой контрольно-испытательной станции. Завершение работ с отладкой оборудования планируется в апреле-майе этого года. После этого на станции можно будет проводить проверки ракет «Ангара» перед их отправкой на космодромы. Сейчас эти операции осуществляются на московской площадке центра имени Хруничева. Холдинг «Российские космические системы», входящий в Госкорпорацию «Роскосмос», главный отечественный производитель радиоэлектронной начинки для спутников, создаёт центр компетенции по выпуску из отечественного сырья и материалов печатных плат. Холдинг «РКС» стал первой высокотехнологичной компанией России, выпускающей печатные платы для космоса из отечественных материалов. Новые производственные мощности вкупе с интеллектуальной автоматизацией процессов, включая контроль качества изделий, обеспечат технологическую независимость российского космоса. Многослойные печатные платы являются основой бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической техники. Кроме этого, компания «РКС» совсем недавно приобрела контрольный пакет акций Ярославского радиозавода. Сделка позволит холдингу нарастить производственные мощности для серийного выпуска изделий космического назначения. По планам, радиозавод станет центром территориально распределенного серийного производства унифицированной аппаратуры, а также будет принимать участие в освоении уникальной аппаратуры малых серий. Каждое второе воскресенье марта геодезисты и картографы России отмечают свой профессиональный праздник. Геодезия и картография — науки, тесно связанные друг с другом и с космосом. Область деятельности представителей этих наук качественно изменилась с появлением таких инструментов, как космические геодезические аппараты, которые в нашей стране создаются только в компании информационной спутниковой системы имени академика Решетнёва. Создание комплекса «Сфера» положило начало развитию космической геодезии в СССР. Первый отечественный геоспутник был выведен на орбиту 20 февраля 1968 года. Продолжением программы космической геодезии стало создание спутников Гео-ИК. Первый аппарат этой серии был выведен на орбиту 30 сентября 1981 года. По результатам его эксплуатации была построена всемирная астронома-геодезическая сеть. В настоящее время завершаются лётные испытания Гео-ИК-2. Также применяются данные, полученные при помощи системы ГЛОНАСС. Всё это позволило повысить точность геопространственных измерений до сантиметрового уровня. Энселад — шестой по величине спутник окольцованной планеты Сатурн. Его диаметр около 500 километров. Несмотря на то, что Энселад был открыт в 1789 году, первые действительно научные данные о его поверхности стали поступать только в 80-х годах прошлого века, когда космические аппараты Voyager 1 и Voyager 2 достигли его орбиты. В 2005 году станция Cassini совершила несколько пролётов вблизи Энселада. Тогда в его южной полярной области были обнаружены гейзероподобные жидкие шлейфы, богатые водой. Это открытие, наряду с признаками наличия внутреннего тепла в этой области, указывает на то, что геологическая активность на Энселаде существует и в настоящее время. Одним из видимых последствий активного криовулканизма является наличие очень тонкой атмосферы вокруг спутника, которая не может существовать долго вокруг такого маленького тела из-за его низкой гравитации. Аппарат Cassini обнаружил на Энселаде и так называемые тигровые полосы, представляющие собой впадины глубиной до километра. В районе тигровых полос не обнаружено ударных кратеров, что говорит о молодом возрасте поверхности всего несколько миллионов лет. По мнению учёных, именно Энселад является источником материала одного из колец Сатурна. На сегодня всё. Следите за нашими информационными ресурсами и до встречи в космической среде. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова